В Крым не пускают и не только представителей украинской власти и командования вооруженных сил. Распущенный, но продолжающий свою работу парламент автономии составил некий список из более чем, ну только представьте, 200 человек, в том числе и депутатов Верховной Рады, проголосовавших за распуск Верховного Совета Крыма. В их числе и наш сегодняшний гость, бывший председатель Минджилиса Крымского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли, знаю, что плохо себя чувствуете. И, наверное, не только из-за здоровья, наверное, потому что вообще странно все то, что происходит с вами. В смысле, вы имеете в виду эти запреты? Да. Да нет, наоборот, эти запреты меня как-то вдохновили, потому что я обязательно там буду. Там, по-моему, у них 280, всех, кто голосовал, 283 человек, по-моему, голосовали за распуск в парламенте, и они всех автоматически включили в число персон Монграда. Ну и я, разумеется, голосовал тоже. Но они пока не огласили список. Ну, раз по такому принципу, я автоматически вхожу. Но сказать точности, я вхожу или нет, я пока не могу сказать. Что вы будете делать? Будете на себе проверять, действует ли запрет? Будете в Крым нелегально пробираться? Каковы ваши планы? Вот я о планах не хотел бы говорить, чтобы для них это было сюрпризом. Но я обязательно туда зайду. Но вот если они запланировали действительно там создать какие-то столкновения с крымскими татарами, то они на верном пути. Только я не думаю, что это в их интересах. Вы знаете, просто однажды уже запрещали въезд на родину? Запрещали, когда татары высланы были? Вы чувствуете аналогию? Вас обижает это? Нет. Просто вот это вот то, что сейчас на вершине власти, вот, в этой автономной республике, в некоторых вещах поразительно тупые. Они не просматривают несколько шагов вперед. Я не думаю, что вот это вот не пускать тех или иных людей приходит непосредственно от Путина. Там-то эксперты, наверное, поумнее. А вот они руководствуются своими эмоциями. Ах, вот нам плохо сделали, и мы тоже кому-то сделаем плохо. Вот такому принципу, наверное. Вот мы вместе с вами сюжет смотрели. Наш корреспондент пытался разобраться, о каком количестве людей идет речь. Назывались цифры, и 25 тысяч. Что происходит на самом деле? Как много людей покинули сейчас Крым? Как много людей сбежали из Крыма? Я не знаю, откуда эта цифра берется 25 тысяч. Вот давайте уточним с вами, как раз для этого мы с вами в студии. Я по этому вопросу непосредственно контактирую с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев. Они, у них есть свои люди, они контролируют. Правда, они не могут тотально все контролировать. Вот, например, по трем вот этим автомобильным дорогам, они засекают, они записывают, а потом подходят к ним, берут интервью. Не могут контролировать железную дорогу. В соответствии с их цифрами? В соответствии с их цифрами, вот сейчас только, я вот две минуты тому назад говорил, каковы свежие цифры. Сегодня никто не прошел. Беженцев не было. А на вчерашний день было около тысячи человек. Только за один день? Нет, всего. Начиная от 9 марта. И преимущественно были там крымские татары, но преимущественно женщины и дети. Мужчины предпочитают оставаться на предмет возможных там событий. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли в студию. Спасибо за это уточнение.